Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами продолжаем вести речь об укоренении черенков винограда. А точнее мы с вами поговорим об укоренителях. Нужно ли их применять, как их применять. Я провела небольшой эксперимент и покажу вам его результаты. Но наш сегодняшний ролик будет построен таким образом, что сначала я вам покажу весь процесс, как, что я делала, промежуточные результаты. А потом в конце мы уже с вами обсудим, что в итоге получилось. Для проверки эффективности различных стимуляторов мы берем клонекс гель. Это оригинальный препарат, потому что бывают его заменители, которые называются клонфикс, там еще что-то. Немножко другая упаковка. У меня это оригинал. Обычный стимулятор корнеобразования на самом деле это корневин, просто чуть-чуть он называется по-другому. И возьмем еще мед. Что касается клонекса, рекомендация производителя – это обмакнуть необходимый черенок в сам гель и поставить на укоренение. Но дело в том, что препарат очень сильный, и поэтому может затормозить развитие почек. Конкретно у винограда, который и так достаточно хорошо укореняется сам по себе. Поэтому можно встретить различные рекомендации в сети по концентрациям клонекса. Я буду пробовать концентрации 1 к 100 и 1 к 50. У меня вот в этих баночках налито по 50 мл воды. И теперь мне нужно отмерить необходимое количество клонекс геля. Я беру обычный шприц на 2 мл, и там, где мне надо 1 к 100, поскольку там 50 мл воды, мне надо отмерить полмиллилитра геля. Вот так он выглядит, необходимое мне количество. И все это погружаем в водичку, хорошенько размешиваем. Чтобы была правильная дозировка, шприц я тоже там выполаскиваю и размешиваю полностью, чтобы весь гель растворился. Аналогично развожу и для этой баночки. Готово. И последний у нас мед. По меду вообще есть рекомендация, что надо столовая ложка на ведро и прямо вот 2 суток там все вымачивать. Ну, поскольку я вымачивала все черенки вместе для того, чтобы стимулировать их различными стимуляторами, мы попробуем просто подержать черенки еще немножко в меде. Часов 12, поскольку столовая ложка на ведро, то я беру буквально вот на кончике ложечки. Баночка здесь миллилитров 200. Вот в ней такое количество растворяю. И обратите внимание, что... Ну, поскольку рекомендация по меду держать полностью черенки, я уже полностью не буду вот... Как они у меня в эту баночку поместятся, так поместятся. Для клонекса у нас количество небольшое. Все, помещаем черенки в раствор. Ну, смотрите, я такой же высоты и оставляю. Да, есть рекомендация, чтобы не попадала на нижнюю почку, но если, чтобы не попадала на нижнюю почку, то нам придется совсем низкий уровень делать. У нас еще есть верхние почки, а там, где одноглазковый черенок, там вообще почек не касается, поэтому я ставлю вот таким образом. То есть воды, точнее жидкости на полтора-два сантиметра. Корневин, ну, просто чуть-чуть в другом пакетике. По инструкции мне нужно опудрить черенок, срез. Ну, что я, собственно, и делаю. Да, как бы быстро, удобно, ничего не надо замачивать. Черенок опудрили, и этого достаточно немножко стряхиваем. И помещаем в субстрат, в котором мы будем укоренять. Итак, прошло 18 дней. Все стояло при комнатной температуре, никаких подогревов, никаких кельчеваний я не делала. Специально для того, чтобы не искажать результаты нашего эксперимента. Ну и что ж, давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Вот это пакетик у нас, в котором мы использовали корневин. В качестве подопытных черенков я использовала лору. Дело в том, что лора укореняется долговато. Она укореняется достаточно хорошо, но в течение достаточно длительного количества времени. И здесь у меня по 4 черенка в каждом пакетике. Где-то они двуглазковые, где-то одноглазковые. Но в любом случае, в каждом пакетике одинаковое количество черенков. Итак, смотрим. Значит, это у нас корневин. Шикарные корни. Вон целая метелка. Еще один двуглазковый черенок. Тоже посмотрите. Шикарные корни. Целая метелка. Тоже видите корешки? Я сейчас специально сполосну, чтобы было хорошо видно. Вот, смотрите, какая щетка. И вот это у нас одноглазковый черенок, который не очень хорошо обычно укореняется. Смотрите, что здесь. Вот, корешки буквально день-два и появятся. Можно оставить еще здесь. Можно, в принципе, уже и высаживать в таком состоянии, как бы, ну, на ваше усмотрение. Итак, корневин свою задачу выполнил хорошо. Но прошу обратить внимание, почки еще везде совсем закрыты. Я даже сильно не приближаю, потому что и так видно, что почки закрыты. Мы с вами распаковываем дальше. Здесь у нас клонекс. Гель в концентрации 1 к 50 и время вытяжки 6 часов. Смотрим, что у нас здесь. Двуглазковый черенок корешки. Двуглазковый черенок корешки. Смотрите. Ну, и здесь тоже корешки есть практически. Вот это у нас одноглазковый. То есть, ну, состояние ровненько такое же, как у корневина. Смотрите, я даже специально достану отсюда. Ну, вот этот можно. Вот этот. Ну, в принципе, корни у нас не отличаются. То есть, казалось бы, все идентично. Так, по одноглазковым. Ну, то же самое вот здесь тоже. Это одноглазковый тоже там пробивается. Ну, какие-то корешки. В принципе, ну, можно считать, что результаты одинаковые. Но, обратите внимание на почки. У одноглазковых черенков почки уже наклюнувшиеся. Там нет. Правда, у двуглазковых пока что ничего такого. Ну, вот. Здесь результат такой. Следующий пакет. Клонекс. Концентрация 1 к 100. И время выдержки. Время экспозиции 12 часов. Итак, здесь у нас два двуглазковых с корешками. Один, ну, вот-вот. Он там проклевывается. И одноглазковый черенок. Вот он. Ну, тоже корешок будет вот-вот. Но, обращаем внимание на почки. Почки спящие. То есть, результат, ну, мы понимаем, что 4 черенка, на самом деле, это не совсем правильная выборка. Для того, чтобы результаты эксперимента действительно были достоверные, надо было черенков закладывать больше. Тем не менее, даже уже на основе этого мы можем сделать выводы. То есть, вот, клонекс в концентрации 1 к 100. 12 часов приблизительно так же, как корневин работает. Следующий пакет клонекс. Тоже концентрация 1 к 100. Но время экспозиции 2 часа. Итак, что мы видим здесь? Мы видим здесь крупный колюс. Так. Вот здесь тоже колюс и корешки пробиваются. Буквально через день-два они появятся. Я сильно не приближаю, оно и так заметно. Здесь тоже заметно. То есть, корешки будут вот-вот. Но обращаю ваше внимание на важную деталь. Кстати, 1 глазковый черенок. Почка. Видите? Она пошла в хороший зеленый рост. То, чего мы не видели в других примерах. Хотя остальные почки, ну вот, чуть-чуть, чуть-чуть проклевываются. Но вот этому всему еще надо буквально денечек-другой подождать. Следующий пакет мед. Видим, в меду у нас почки больше раскрылись. Две совсем зелененькие. И смотрим, что у нас внутри. А внутри у нас, ну, вообще ничего. Сейчас исполосну, чтобы было лучше видно. Вот ничего совсем. То есть, никаких даже намеков на какое-либо укоренение. Ну, единственное, что из 4 черенков. Причем, вот смотрите, 1 одноглазковый, 1 двухглазковый. И вот здесь зеленые почечки. Все. Все остальное пока что еще спит. И последний пакетик, в который мы не добавляли ничего. Открываем. Смотрите, что у нас здесь. То есть, здесь не было, напомню. Ничего. И тем не менее, на всех 4 черенках, неважно, 2 глазка, 1 глазок. Вот у меня получается здесь 2 на 2 почки и 2 на 1 почку. У всех есть... Сейчас опять мы сполоснем. Вот у всех есть колес, который в скорости вполне может стать корешками. Тем более, видите, он идет на такой не раневой поверхности, вот прям все белое разрывает. А именно такими точечками, корешками. Буквально день-два. И почечки, смотрите, здесь даже 2 проснулось. Это 1 глазковый черенок. Вот, 2 почечки проснулось. Здесь вот тоже полпочки вскрылись. Вскрылись, еще они маленькие, но тем не менее. То есть, вот это вот еще дня 2, я думаю, что максимум 3 постоит. И можно будет высаживать. Здесь уже будут хорошие корешки. Так, день 21. Уже смотрим все, что у нас осталось. Пока что я лишь показываю результат. Выводы будут позже. Это последний оставшийся черенок от корневина. Даже сильно не буду раскапывать. Аккуратненько потом высажу. Корней много. Вверх, видите сами. Вот он. Ну, то есть, почка пока спит. Так, клонекс 1 к 100 с временем выдержки 12 часов. Две штучки я уже высаживала. И вот остальные две. Корешочки есть. У одного, у второго тоже там практически все есть. Но почки, видите сами. Я даже сильно не приближаю. Думаю, что так будет все понятно. В пакете клонекс 1 к 100 выдержка в течение 2 часов. Вот наши череночки все с хорошими, красивенькими корешками. И, ну, видите, одна почкова, кстати. Да, большой, красивый прибег. Но у этих почки просыпаются. Корешки есть у всех. Клонекс 1 к 50. Время 6 часов. Два я уже высадила. Я вам показывала. И вот оставшиеся два. Вон, щеточка просто, просто красавцы. Смотрите, однопочковая к вопросу, что. Ну, вот однопочковая бывает сложно укореняться. Красавцы. Шикарная щеточка и шикарный верх. То есть, если где-то там в других вариантах есть перекосы. Здесь, мне кажется, вот. Все так, как надо. Итак, пакетик, где мы не делали ничего. Верх у нас везде проснувшись. Ну, корешки, видите, такие вот они. Да, совершенно другого качества. Если там они пышные, их много, то здесь такие единичные. Но зато вверх проснувшись. Повторю, что выводы мы будем делать потом. Сейчас просто смотрим, что у нас по итогу получается. И еще один пакетик. Там, где был мед. Смотрим, что у нас здесь. Ну, вот здесь вот у одного корешки пошли, у других, ну, пока там какие-то очень слабые наметки. Верх, правда, ну, верх неплохой. Верх неплохой. У трех и четырех проснулся. Ну, вот этот однополосковый. Тут ничего страшного. Ну, тоже, видите, вот какие корешки. Если сравнивать, например, когда ничего не делаешь и мед. Здесь я уже позволю себе сделать небольшой вывод. То, по-моему, разница небольшая. Напомню нашу основную задачу при проращивании черенков винограда. Наша задача получить нормальное, полноценное растение. А не просто добиться корней. Именно поэтому я выдержала некоторую паузу после высадки последних черенков. Вы видели, что я в несколько этапов все высаживала. Прошло чуть больше двух недель. И вот мы смотрим, как развиваются наши растения. Они у меня все составлены по рядочкам. И смотрите, вот это первый ряд. Четыре штучки. Здесь я не делала ничего абсолютно. Что мы видим? Довольно хорошо развиваются побеги. Единственное, вот на трех они развиваются хорошо. На четвертом почечка начала пробуждаться. В принципе, нормально. Вот хоть пакетик плотный, немножко видны корешки там внутри. Но если вы вспомните то, что вы видели несколько минут назад, то вы заметите, что качество корней будет отличным от того, где мы работали корнестимулятором. Итак, а мы переходим к следующему ряду. Следующий ряд это клонекс. При разведении 1 к 100. И время экспозиции 12 часов. Прошу обратить ваше внимание. Вот четыре черенка. У одного, видите, пробуждается почечка. Три остальные еще спят. Здесь у нас, ну, к сожалению, вам сложно будет показать. Плотноватый пакет. Там замечательные корни. Они шикарно прощупываются. То есть, даже вот так вот просто приложив руку, очень чувствуется, что корни отличны. Вот от этих. Здесь их гораздо больше. Но мы видим, что происходит сверху. Дальше. Смотрите, вот эти четыре палки. Немножко пакетики сдвигаются. Ну, я думаю, что вам понятно. Вот. Раз, два, три, четыре. Это корневин. И здесь мне повезло. Тонковатый пакет. И поэтому вы можете увидеть своими глазами, какие замечательные там корни. Но ни одна почка до сих пор не проснулась. Вот показываю еще больше сверху. То есть, видно, что происходит с соседями. А здесь не происходит ничего. Следующий ряд – это клонекс разведения. Тоже один к ста. Но время экспозиции – два часа. Смотрите, значит, два растения у меня хорошенькие. С большой зеленой массой. Одна почечка пробуждается. И одна еще спит. Ну, корни, понятно. С корнями там все хорошо. Вы это видели. Последний ряд – это мед. С зеленкой тут, кстати, тоже все довольно неплохо. Можно сравнить с тем, где ничего не делали. То есть, в принципе, все проснувшись. Вот четвертый тут почечка. Но вы помните, что я вам показывала, что там было с корнями. То есть, корней там было несколько меньше. Пробуждались они позже. Зеленая масса шла раньше. И еще один рядок я выставила отдельно. Это клонекс 1 к 50. Время выдержки – 6 часов. Здесь у нас хорошие зеленые побеги. Ну, вот с одним только последним что-то не то. Ну, может, он еще проснется. Ну, а так, в принципе, хорошие зеленые побеги. И корни здесь тоже очень такие хорошие, красивые. Вот через пакетик прощупываются. Но, к сожалению, показать сложновато. Ну, а теперь зададимся вопросом. Так нужны ли нам вообще корни стимуляторы? Ну, на самом деле, вы видели, что и без корней стимуляторов черенки винограда прекрасно укореняются. Но разные сорта, напоминаю, укореняются по-разному. И есть сорта, которые могут укореняться долго. Некоторые укореняются, в принципе, плохо. Тогда им можно помочь. И что еще важно, я вам отмечала. В процессе вы это видели, уже на готовом результате это показать сложнее, да, потому что корни в земле. При работе с корни стимуляторами мы получаем корни другого качества. То есть их больше, они более разветвленные, чем если бы мы ничего не делали. На что это влияет? Это будет влиять в дальнейшем на рост растения. То есть чем у него больше корней, тем оно развиваться будет быстрее и лучше. Но мы помним, что при этом нам нужна и верхняя часть, то есть растение должно развиваться гармонично. Как видите, действие корни стимуляторов на самом деле неоднозначно. Напомню про клонекс гель. Клонекс гель у меня оригинально прислан, у меня есть стороны производителя. Так вот, в оригинальной инструкции нет никаких указаний на разведение. Здесь написано, точнее нарисовано, черенок в гель обмакнули и во влажный субстрат поставили. Вы можете задаться вопросом, так зачем же они так делают? Дело в том, что вот эти корни стимуляторы разрабатываются для тех растений, которые плохо укореняются. Например, вот магнолию свою я никак не могу укоренить нищим, не хочет она укореняться. Да, виноград и так хорошо укореняется, и поэтому вот такое количество больших гормонов, которые содержат вот эти гели различные, есть там аналоги. Вы видели действие корневина, да, то есть это все рассчитано на те растения, которые укореняются плохо. Виноград сам по себе укореняется хорошо. Именно поэтому нам надо быть осторожным, потому что нет никакого смысла вот в этих замечательнейших корнях, ну просто вот, да, великолепны. Но на сегодняшний день это просто палка с корнями. И будет ли она жить, на самом деле большой вопрос. Мне надо получить вот и вверх, и вниз. Вот это, ну, бессмысленно. Конечно, вы зададитесь вопросом, так, а что же нам делать? Ну, на самом деле, пользуйтесь чужим опытом. Либо, если у вас черенков достатки, проверьте на каком-то малом количестве, как укоренители работают. Потому что я сейчас испытала на одном сорте, на каком-то другом данные могут несколько отличаться. Что я выбираю для себя? Ну, мне очень понравилась концентрация, вот это клонекс 1 к 50 при времени экспозиции 6 часов. Очень часто, очень многие виноградари выбирают концентрацию 1 к 100 при времени 2 часа. Но, видите, вот в конкретном моем опыте показалось себя не очень. Хотя, повторю, что может отличаться, в любом случае, лучше меньше концентрация, потому что, ну, если что, ну, будет корней чуть меньше. Но, если концентрация больше, к чему это может привести? Я вам показала, и вы видели тот же клонекс, даже 1 к 100 при времени 12 часов. Пока что растение еще спит. Ну, я считаю, что это показатель. Поэтому, пожалуйста, если вы решите пользоваться корнестимуляторами, будьте осторожными. И еще такой момент, что может влиять на работу тех же корнестимуляторов, это среда укоренения. Можно встретить ролики, где вы видите там клонекс, либо начальный контраст, либо чуть-чуть его развели, кисточкой нанесли. Если потом ставить в воду, такая же история будет и с корневином. Если мы потом будем ставить в воду, укоренять, то я думаю, что всем понятно, что действующее вещество получается в определенной степени разведения. И оно будет действовать меньше. Если мы ставим в какой-то другой субстрат, ну, я укореняла в этом году в кокосовом волокне, то же самое будет с опилками, с мохом, с вермикулитом, то понятно, что разведения там такого не будет. И, соответственно, концентрация вот этого фитогормона будет очень большая. Поэтому с водой мы можем себе позволить чуть большую концентрацию, с другими субстратами чуть меньше. Это тоже надо учитывать. Что касается корневина. Глядя на мои результаты, вам может показаться, что корневина штука вообще очень плохая, использовать ее нельзя. Нет, на самом деле можно, но осторожно и с умом. То есть опудривание черенков, как написано в инструкции, это не для винограда. Это для каких-то других растений, у которых с корнеобразованием сложнее. Что можно использовать для винограда? Если вы внимательно посмотрите на инструкцию к корневину, то вы увидите, что там есть второй способ, когда разводится в воде. И по инструкции выдерживаются черенки 6 часов. Вот это я уже не пробовала. Я думаю, что и со временем тоже можно поиграть. И для винограда подержать не 6 часов, а, например, 3. Но если у вас есть на чем попробовать, то можете попробовать и посмотреть. В любом случае, то есть, напомню, лучше, меньше, маленький стимул будет на корнеобразование. Но когда больше, это может привести к не очень хорошим последствиям. И насчет меда. Вот мед показал себя в моем случае очень неоднозначно, поскольку вот я увидела, как он действует. Напомню, что корни появлялись позже, корни появлялись тоже худшего качества, да, при этом хорошо пробуждаются почки. Я мед использовать больше никогда не буду, ну, не вижу в этом смысла. Но еще раз я подчеркиваю, что на других черенках, на других сортах у вас могут быть какие-то несколько другие результаты. И поэтому, если вам нравится использовать мед, вы считаете, что он вам очень помогает, очень стимулирует. Ваши черенки, ваши растения, пожалуйста, можете использовать. Как это работает на самом деле, я вам показала. В итоге, выбор за вами. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы ваши черенки замечательно прорастали, превращались в хорошие, крепкие, здоровые саженцы. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты. До новых встреч!